В период пандемии многие оказались в сложной жизненной ситуации. Волонтерский центр «Единой России» вновь работает на полную мощность. Творить благое дело – принцип каждого волонтера, говорит Вячеслав Киреев. Я считаю себя благотворителем. Человек, который занимается благотворительной деятельностью, который несет благо, поддержку и помощь. И, на мой взгляд, теперешние волонтеры, которые занимаются помощью и поддержкой, это все-таки правильнее говорить благотворители. Вячеслав Иванович, как и многие другие депутаты-волонтеры, знает проблемы изнутри. Для эффективной помощи организовал автомобильный отряд. У нас 4-5 водителей было, человек до 10. Участников этого мы ездили по ночам на центральные склады Московской области, завозили эти грузы, старались к обеду уже привезти. Очень интересно все выглядело, и очень душа радовалась. Приезжаем, уже встречают волонтеры Одинцовского округа, в основном молодые ребята, по-всякому, и взрослые были. Прям такие очень активные, добрые. Выгружаем, быстро распределяем, уже ведем по адресам. Это было 2-3 раза в неделю. Автомобильный волонтерский отряд завез больше 50 тонн в Одинцовский район, вот этих гуманитарных грузов. Закупить партию необходимых товаров, доставить грузы, развезти по адресам. Этих ребят не пугают даже самые сложные задачи. Мы ездили в Матище, это было рано утром, просыпались, ездили туда, получали там, стояли в очереди, потому что там получали все районы Московской области. Отстояли в очередь, получали продукты эти, привозили в администрацию, ну и дальше уже помогали их пасовать, помогали их развозить по району. Особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны. Для людей преклонных лет доброе слово и участие – праздник. Возраст более чем преклонный, здоровье порой подводит. Но оптимизму и бодрости духа этих людей можно позавидовать. Как ваше здоровье? Спасибо, еще можно 90. Кроме автомобильного отряда, мощное волонтерское движение организовано на базе Эликинской школы. Добровольцы не оставляют без внимания ни одну просьбу о помощи. Достаточно позвонить по телефону. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».